электровелосипед сломался мотор полетел разобранный стоит заказал новый себе мотор в этом моторе что-то внутри сломалась и он стал внутренняя часть цеплять за внешнюю часть шкрябать короче там еще будет прикол как вот эту звезду переставить на новый мотор я заказал в сборе мотор такой от блок это внутренняя часть хочу снова просто мотора выставить вытащить эту часть новую и вставить свое колесо чтобы не переспецовывать но там есть нюанс вот эту звезду как переставить здесь видите такой широкий штекер звезду надо съемником здесь снять а как сюда съемник поставить видно здесь вот такой штекер через него протащить съемник не получается надо же возиться затащить сюда и снять и мотор придет также в сборе со штекером но без звезды короче вот такая вот заморочка кто знает как это сделать заранее можете посоветовать у меня пока ответа нет на этот вопрос буду потом уже по факту думать так что мы сегодня имеем в яндекс еде на мото аккаунты кстати говоря способ передвижения изменил на мото посмотрим что по заработку будет сегодня хорошая цель есть девять заказов плюс 900 рублей посмотрим какие слоты есть на сегодня горизонт 070708 коэффициенты в общем хороших слотов нету пока слот брать не буду просто начну свободный предлагают начать мне плановый слот с хорошим коэффициентом смотрите классно то есть здесь я выбрать добавить добавить не могу сам да что-то заказы не приходят странно 7 минут на смене нет заказов поэтому решил поехать навстречу заказом куда-нибудь поближе к центру сегодня у нас вторник родительский день может быть многие поехали на кладбище и поэтому заказов меньше пришел первый заказ вкусные . ресторан 6 километров до ресторана а я хотел шины подкачать давление проверить уже почти доехал до заправки где подкачка шин и все и тут заказ пришел будем на непроверенном на непроверенных шинах кататься я что-то стал замечать что у меня заднее колесо постепенно спускает поэтому надо лучше заезжать проверять давление хотя внешне никаких следов проколов нету я постоянно шины осматриваю на момент торчащих там железячих порезов пока ничего такого ну были там мы железячки но они не глубокие не глубокие прорезы ях вытаскивал просто по приложению мы не у меня еще на прибытие до ресторана 17 минут пишет по яндекс картам по автомобильному маршруту 10 минут я честно говоря вчера уже работал в яндекс еде на мото в яндекс еде на мото и везде с запасом время дается приезжаешь у тебя еще остается минут пять у меня даже такое было что я не успевал прожать статус что я на месте отдавал заказ клиенту там ждал пока клиент выйдет а потом оказывалось что у меня еще в запасе место время есть на прибытие до клиента но у нас тут вот что то все вы а там прямо стоят пустите у нас нам-то туда поворотники для трусов поворотники для трусов ну и людей никого мало людей надеюсь заказ уже готов а то у нас в яндекс еде ожидания то не оплачивается здесь можно ждать бесконечно долго и бесконечно бесплатно а что у нас по времени успел не успел еще восемь минут на прибытие до ресторана ресторан с блютузом надо законнектиться с блютузом иначе не получится изменить статус пока мы к блютузу ресторана не подключимся сумочку бросаем в угол готов написано 63 31 36 код тут наверно напиток да судя по весу не могу сказать я не собирал да там он есть 36 да иди иди и иди номер квартиры не указан просто ленина 98 это чё там частный дом что ли получается Тебе надоело начальство на том месте, где ты работаешь? Или тебе уже достал график, где ты постоянно должен просыпаться рано и не опаздывать на работу? Тогда тебе к нам в компанию курьеров. Ты можешь устроиться пешим, вело, мото, автокурьером в компанию Яндекс. Там у тебя будет свободный график работы и никакого начальства. Контакты ты видишь перед глазами. Также эти контакты закреплены в описании под видео. Это в отель доставка. Ростов отель, е-мое. Максим, здравствуйте. Я вам доставку привез. Да, да, сейчас хорошо пришел. Второй заказ уже пришел. Я слышал звуковой сигнал. В общем, заказы идут один за одним. Это радует. Давайте все вместе позовем Максима. Максим, выходи. Забирай доставку. Три-четыре. Три-четыре. Максим, выходи. Все сухо. Ничего, ни капли мимо, как говорится. Здравствуйте, а вы Максим, да? Пожалуйста, доставка. Так, меняем статус, что передал заказ. Вкус Вилл. Крепостной 183. Одно из моих нелюбимых мест, где нужно забирать доставку. Во-первых, там может быть много. И тяжелый пакет. Много пакетов и тяжело. Вот, шесть позиций у меня тут. На 3320 рублей. Лук, сахара 2 килограмма. Мороженое, мороженое, чудо-тряпка. Ну, в принципе, заказ не тяжелый. С мороженым, правда. Мороженое в жару возить не очень. Удовольствие. Распект Ленина, вот этот участок, он такой раздолбанный. Здесь вообще одни бугры, блин. Не люблю тут ездить. Ну, попали на переезд маленько, как я и предполагал. Чуть-чуть стоим, потихоньку едем. Вчера считал доход, сколько я заработал, работая на электровелосипеде. До того момента, как он сломался. То есть, получается, 3600 километров я проехал. И в среднем, за один километр пробега, я примерно 50 рублей зарабатывал. Умножил 3600 на 50. И получилось, заработал я на электровелосипеде 180 тысяч. В принципе, до поломки удалось выйти в плюс. Но не тот плюс, который бы хотелось. Получается, потратил я вместе со вторым аккумулятором 100 тысяч на него. Заработал 180. Получается, 80 тысяч в плюсе. Но это мало совсем. Хотелось бы заработать 360 тысяч до поломки. Ну, побольше. Я ездил аккуратно на нем. Всегда в горку помогал. Помогал в горку педальками. Не нагружал его, не газовал в пол с места, да, когда трогался. Трогался тоже, старался педальками помогать мотору. То есть, ну, бережно относился. Смазки там достаточно. Я разобрал шестеренки в хорошем состоянии. Подшипники в хорошем состоянии. Но треснула какая-то несущая там конструкция, на которой держится вся обмотка. Обмотка этого двигателя. То есть, это явно не мой косяк. Приближаемся к логову курьеров Кусвилл. У них тут дорога разбомбленная вся. Тут какой-то склад сыпучих материалов. Постоянно заезжают бетономешалки. Видите, как они дорогу разбомбили? Тут грузовики, щебень какой-то завозят, вывозят. Ну, такое вот все. Стройка. Видите, с дорогой что? Вообще просто асфальт уничтожили. Как будто танки проехали. Кусвилл называет эту точку Dark Store. Черный магазин. Почему это черный магазин, непонятно. Типа черный рынок. А что вы не проезжаете-то? Стали тут стоят. Не пускают, что ли? Не знаю, меня везде пускают. О, а где все? Где электровеники? А, вон, дальше там стоят. У меня еще 5 минут в запасе до магазина на дорогу. Ладно, жмякаем, что в ресторане. Здесь читаем, видите, написано готов. Значит, можно идти и забирать. Вот они, велосипеды, где стоят. Ну, может, и телефон взять. Все, спасибо. Что тут туалетная бумага, мороженое. И какая-то еда. Четко. И этот 3000 стоит. Даже полсумки нету. Вот цены у нас. Может, там золотые продукты какие-то. Сверхвкусные. О, на колесах арендовали. Я на таком катался. А, не, я не на таком катался. Это монстр. У него вилка впереди мощная. Два амортизатора сзади. У меня был один, по-моему, амортизатор. То есть, у меня какая-то была лайт-версия. Так, сегодня у нас длинные подачи и доставки. 6 км до клиента. Ну, в принципе, это хорошо. Чем дальше доставка, тем больше денег. Здесь же оплачиваются за километры. Каждый километр пути 20 рублей. То есть, получается, сейчас 6 км проедем. 120 рублей. Вот насчет забора заказа не помню. 50 или 55 один заказ. Забор. Больше же места для парковки нет. Вот надо вот встать вот на проезде и стоять. Ну, парковаться-то негде. Обожаю таких водителей. Настоящие водители. Видите, тут одна полоса осталась. Дороги не разбитая. Вон, впереди стоит причина разваленных дорог. Видите, какая махина груженая. Кто потом дорогу... А, ну, наверное, они потом дорогу и будут восстанавливать. Я так думаю. Звучит Navy О, специальное мото-место. Так, заказик еще прилетел. Отлично, один за одним идут. Так, надо найти, куда отдавать. Тибетская 1А, дробь 27. 1Б, а где 1А? Если была бы открыта. Алло? А доставку вам привез. Можете калитку открыть или ворота, я не знаю. Сейчас я к воротам подойду, я понимаю. Ага, хорошо. Так, все изменилось. Говорили, что откроют ворота в комментариях. А по факту ответили, сказали, сейчас подойдут. Ну, нам это и лучше. Никуда ходить не надо. Просто здесь разгрузимся. Так, следующий заказ, подача 1 километр. Бургер Кинг, ресторан. Это тут можно без навигатора доехать. Я тут наизусть уже знаю. Бургер Кинге могут быть напитки. Там они намного реже попадаются в стаканах пластиковых. Но попадаются. Мне вчера два больших по 0,5 стакана колы или что-то было, попалось. И вот они как раз и разлились вчера. Надеюсь, сегодня напитки будут в бутылках. Потому что там то в бутылках, то в стаканах напитки выдаются. Ну, в принципе, напитков нету. Это хорошо. Три бургера и два наггетса. А, три штуки наггетса. А что это у них людей нету, а заказ еще не готов? А что вы так долго готовите? Людей нету. А у нас не прожимается. А заказ еще не готов? Готов. Готов? А у вас статус не прожимается, да? Не прожали. А у меня написано готовится. Да у вас, скорее всего, с Яндексом проблемы. Мы прожали. Какие вы молодцы. 710. 710, да, и 99 копеек. Спасибо. Странно, а что такое? Почему ничего не меняется? Ну, ладно. До свидания. До свидания. У меня пишут, готовятся. А по факту они говорят, прожали, что готов. Вот кому верить? Кто правду говорит? Девчонки же не могут обманывать. Нанси на 111. Так, так. Это почти домой. 4 км. Поедем. 4 км. 80 рублей. Как минимум. Ну, плюс еще забор 50 рублей. А еще там коэффициенты повышающие. То есть коэффициенты влияют на вот эти 20 рублей за километр. Кто не знает. Кто забыл или кто не знает. Получается, с коэффициентом 3, то 20 умножаем на 3 и получается цена одного километра 60 рублей. Плюс 50 рублей. Забор заказа. В общем, сейчас посмотрим, сколько мы там уже заработали денег. Этот заказ отвезем. Я еще сам не смотрел. Будет для меня тоже сюрприз. Надеюсь, будет приятный сюрприз. По-любому будет приятно. Потому что еще к каждому заказу, 9 заказов, бонус 900 рублей. То есть плюс 100 рублей к заказу еще сверху. Когда вообще там больше 300 рублей заказ получится. Ну, я вчера вот работал, считал за 5 часов. Около 4 тысяч заработал. Получается 1 час 800 рублей. Вчера вообще меня так это все вдохновило. Я вчера работал в радость. Вчера. Вчера. К Заказ. Около 4 тысяч заработал. Вчера. Поехали. Вчера в Аход. в общем клиент вышел с того дома он тоже 101 СА там прямо сбоку написано два одинаковых дома с одинаковым адресом так у нас уже следующий есть заказ но тут до клиента чуть-чуть совсем нам больше интересна финансы наши смотрите уже больше 1000 рублей это еще не считая бонуса еще бонус сюда не приплюсовался 350 500 заказ стоит ничего себе это вкусил мы возили 270 следующий хорошо идем кирау 3200 плюс еще бонус 800 рублей придет 900 здравствуйте это 82 17 номер заказа 82 а сумма 1226 ну вот а в статусе отображается что заказ готовится а он уже готов вот главное отдают заказ не уточняют какое какая сумма какой номер вообще а если это не мой заказ потом они будут звонить говорить а вернитесь пожалуйста мы не тот заказ вам отдали я за свои деньги должен буду там тратить свое время как говорится вот поэтому я их всегда опрашиваю сумма номер так а ехать рядышком здесь километр подача была два с половиной километра а на доставку по прямой по ленина 1.3 км так все выезжают а и а а а а а а а а а И парковаться негде вообще, приходится тоже вторым рядом парковаться. Вот так вот, извините, простите, но других вариантов нет. Мы сейчас быстро в стоматологическую поликлинику, в седьмой кабинет, занесем заказ. Что, в подвале, что ли, седьмой кабинет? Ничего себе. А седьмой кабинет внизу, да? Ну, а как иначе? Седьмой кабинет. А, седьмой, седьмой туда. Ольга. Седьмой кабинет там. А, седьмой. А, это главная, в сторону. За бакеткой сразу. Как у вас тут узко? Вот он, вот он. Ага, все, вижу. о моя протекло протекло виноват так упаковали короче я ненадежно закрепил доставку и там протек суп в общем я редиска так выход нефиг супы заказывать на доставку дома надо готовить тем более женщина заказывает еду это вообще преступление женщина надо дома готовить нефиг заказывать с ресторанов причем ресторан не такой не дешевый не столовая эконом ну ничего себе заказа следующего нету чё за дела поедем сторону заказов заказ пришел пока мы газовали Так, гиперлента Это торговый центр Рио Чуть-чуть поближе протиснемся к светофору А тут что-то совсем длинно Что у нас тут, пропустите нас Мы же типа Между рядами Блин, когда Ленина отремонтируют? Чего она такая разбомбленная, эта Ленина, бля Поедем вниз Там тенечек Летом лучше парковаться внизу Если, конечно, места будут Магазин Лента Это торговый центр Рио на Гиблина 17 Добро пожаловать Босс слип Это что значит? Босс спит Слип Это спать Кто английский знает хорошо? Какой кончился сейчас Та-дам И очереди нету Ты что, оптовик? Оптовик? Нет, тоже курьер Нет, я понял Просто это Сейчас полную корзину наберешь Обычные люди, бывают и по 80% покупают Обычные дома Я просто видел то, что полную корзинку вывозят Бывают Да-да Вот так и работают А ты в Ленте, да? Да А сейчас сбермаркета здесь сборщиков нету, да? Там они Есть, да? Там они Вот за этими штатами Спасибо Спасибо Пожалуйста Все супер Почти быстро забрали О, в центр двигаемся Дранко Улица 129 Это хорошо Это радует 4 километра на доставку Вот, кого надо в курьеры Видели, мужик прошел такой накачанный Куда-нибудь его в магнит Или в Х5 на автостатус Чтоб он там на пятый этаж с грузиком гонял Чтоб он просто так калории сжигает Еще и деньги платит за то, чтобы в фитнес-зал ходить Так вот Пошел курьером Поработал Подкачался Еще и тебе и денег заплатили Красота Красота Велосипед тут постоянно стоит Ну, видимо, чувак на работу приезжает Я его как-то раз видел, по дороге он ехал Тут такой велосипед один В городе Он какой-то то ли самодельный То ли раму он удлинял То ли раму полностью сам делал Ну, в общем, интересный аппарат такой На электрической тяге Заказы идут один за одним Уже устал, честно говоря, возить А едем в ресторан Гаврош Пушкинская Я-то знаю, куда ехать Просто посмотрим Сколько километров Эй, что происходит? Ничего не работает, что ли Телефон тормозит Надо новый телефон Два километра 2,1 км Так, тут всегда проблема с парковками Даже не знаю Найдем мы себе дырдочку Чтоб никому не мешать Раньше здесь на парковке Вот эти штуки стояли И туда машину невозможно было поставить Их кто-то выломал нафиг Теперь Я буду здесь парковаться тоже Раз машина можно, значит семье можно Правильно, правильно Вот у нас дорогущий ресторан Здесь курьеров только с черного входа пускают Но здесь есть плюс Если заказ готов Он уже там стоит То его можешь просто сам забрать И все У меня пока еще Гетстатус готовится Поэтому На всякий случай заглянем Конечно туда Вдруг уже готов Парковка Парковаться вообще негде Тут даже перекресток забит машинами Если вы на машине сюда за заказом приедете То вы будете долго искать парковку Поблизости Даже поблизости Потому что там вдалеке Вон все стоят На тротуаре уже парковка просто Кстати На тротуаре знак парковка стоит И знак что здесь парковка платная Это получается тротуар парковочный Заказ готов Можно забирать Оооооо Заказ готов Заказ Заказ для готов Это на сколько? Это мой, скорее всего У меня тоже готов 2,390 Оооо Спасибо А тут и маракуйя есть Сироп Да Да Оооо Сейчас еще фиг, отобьешься здесь, блядь. Почему? Блядь, это... GPS лагает. Нет, нет, нет. Эти глушилки стают, блядь. Я отбился вообще. Я в один раз. Нормально все. Приехал, я не отбиться, не могу, что приехал. Не забрал, ну что, я звоню, блядь, диспетчерам. Там еще дебилы, блядь. У меня не было здесь проблем. У меня постоянно есть проблемы. Может, от телефона зависит? Не, не, вообще. У многих знакомых здесь. Да. Ну, у нас все обошлось. Все прожалось. Так, едем еще дальше в центр. Клиент у нас Светлана. Какой-то спецкорд, второй этаж. Кекс передать до Светланы. Ничего не понял, но очень интересно. Большая садовая 104. Это, наверное, имеется в виду ресторан Кекс. В этот ресторан нужно зайти на втором этаже. Все. Я разгадал замыслы Светланы. Два километра. До клиента. Гаврош вообще оккупировал весь тротуар. А, и парковку даже оккупировал. Здесь парковка была раньше. Видите? Где вы тут будете оставлять автомобиль? Чтобы забрать вам доставочку. Я думаю, вы маленько помучаетесь. Братан, ты куда? Ты что назад едешь-то? Нам вперед надо. Еще и поворотник моргает у него. Непонятным морганием каким-то. Ну, как бы это, я должен проехать. Пешики ходят, мешают ехать. Настоящие байкерские перчатки. Два пальца должны быть протерты. От того, что постоянно сцепление нажимаешь. Но в этом есть плюс. Стало более удобно работать с экраном. Кончики пальцев протерлись очень кстати. Вчера маленько подзашил. Перчатки хорошие, но вот протерлись именно вот в этом месте. Два пальца. А так в остальных местах живучие, удобные вообще. Ну, вот единственный косяк. Пальцы протерлись. Что тут у нас? Что тут у нас паркуется? Не по правилам. Вообще, что происходит? Я не могу понять. Вообще, просто невозможно ехать. Тормоза работают, однако. Я неправильно прочитал. Спецкод. Второй этаж. Не спецкорда, а спецкод. О, наверное сюда. Спецкод. Так, второй этаж. Офис Кекс. Разгадываем загадки. Доставка. Или сюда надо было нажимать и туда. Непонятно. Тут видеокамера. Тут видеокамера. А у меня здесь Светлана. Пожалуйста. Светлана. Наверное, это была Светлана. Передал, передал, перепередал. Так, а где следующий заказ? Почему его еще нету? Я не понял, что происходит. Трехотки у нас тут. А вот и нету, чтобы сделать трехотки. Сейчас у нас съезды как-то, да? Ну ладно, ждем заказ. Можно передохнуть. У нас же слот еще не закончился. Не слышу. Ну, вариста у меня, да. 240 рублей сумма. Там только кофе. Стаканчик, да? Спасибо. 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 Кофе везем. На расстоянии 4 километра. Как вам? Как вам такое? А это что за машина такая здоровая? Тесла какая-нибудь? Или сейчас Тесла уже все, они в моде. Сейчас какой-нибудь китаец электрический в моде. Би-у-ай-ди. Полицейский только что тормознул, камера была выключена. На социалистической. И я их тут никогда не видел. Без патрульной машины, без жезла. Просто вышел так вот стоять. Но он прямо это, на дорогу вышел, прямо перегородил дорогу. Поэтому без вариантов. Ловят, а поймать не могут штраф, чтобы выписать. В общем, он потерпел неудачу. Проверил документы. Вообще, это называется другим словом. Слово неудача. Но на букву О я обычно называю глагол на букву О. Но, к сожалению, говорить я этот глагол не могу. Так как они могут затаить злобу. Поэтому каждый в меру своей распущенности допишет правильное название. Что произошло с инспектором, когда он не получил штраф. Не смог выписать штраф, точнее. Штраф-то я не получил. Вот стоматология. Я как-то в нее заходил, узнавал цены. Там что-то какие-то космические цены мне назвали. На протезирование или просто лечение. В общем, дорогая стоматология. Я надеюсь, кофе не разлил. Чтоб меня не поругали второй раз, а до сегодня. Так, Алисия. У клиента. 240 рублей кофе стоит. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, у вас свой кофе невкусный? Нет, я тут кофе. А, нет, я думал, это кофе. Нет, это чайничный. Одно кофе, да, заказали? Нет. Я даже его не пролил. Представляете? Спасибо большое. Пожалуйста. Всего доброго. Спасибо. Так, с этим кофе все прошло гладко. Я, видимо, набираюсь опыта. С каждой последующей доставкой уже меньше проливается или вообще не проливается. Так, 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 так. Опять гаврош у нас, елки-палки. Гаврош, гаврош. Сколько там? Три километра. Так, надо сразу подумать, как парковаться. Посмотреть, куда везти. Везти на Варфоломеево. Значит, надо парковаться со стороны улицы Островского. Чтобы потом сразу по ходовой поехать на Варфоломеево. Вот зачем нужно видеть вторую точку. В Яндекс.Доставке он скрывает точку до клиентов до того момента, пока ты там не прожмешь, что ты на месте. В ресторане. А здесь в Яндекс.Еде сразу видишь, где забирать и куда доставлять. И все, и сразу уже планируешь маршрут свой. Это очень удобно. Яндекс.Доставка в этом плане хуже. Так, а он нам предлагает ехать по Буденовскому, навигатор. Но я, в принципе, с ним соглашусь. Потому что по Халтуринскому там не очень ехать. Так, а нам надо вклиниться в поток машин. Чтобы на этом светофоре проехать. А что у нас тут? Задний сигнал горит. Надо вперед ехать, а он назад едет. Камрик, что с тобой? Опять у нас гаврош. Ну, сейчас два мультизаказа, два заказа с этого ресторана. Причем там суммы такие 5000, один заказ. Ну, это, конечно же, не за доставку 5000. А второй заказ на 670. Так, багет, батат с пармезаном в одном заказе. А во втором Наполеон, блинчики, багет, паста, французский завтрак. Наверное, это все сухое. Я так подозреваю. Я имею в виду не суп. И кофе точно нету. А его нету. А написано готов. А, вот он. Вот куда его поставили. 5130. Блин, они еще и связаны. Зачем их связывать-то? Что вот мне с ними делать? Как я должен их впихнуть? Так, извините. Ну, вынужден развязать. Потому что по-другому не помещается. Ну, все. Еще один заказ некуда вставить. Чуть-чуть вот так вот придется прижать. Так, а вот второй заказ. Приготовился. Будем трамбовать. Чуть-чуть. Слегка. Других вариантов я не вижу. Так-так. Кто это у нас тут любит в хороших ресторанах кушать? Это, по всей видимости, сотрудник ВТБ. Не по всей видимости, а точно. Мы вот здесь отдаем маленький заказ. Скромненький. За 670 рублей всего лишь навсего. Вот так вот мало зарабатывают в банках багет и батат с пармезаном. Университетский 129. Так, тут еще и не зайдешь. Без стука надо стучаться. Тук-тук-тук. 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 Здравствуйте. У вас же 129 университетский? Вы, наверное, не знаете, да, кому я доставку сделал? Дарья. Дарья. Знаете, есть? Можно оставить? Да. Номка для выхода справа, она направляющая. Что? Номка для выхода справа, она направляющая. Спасибо. Спасибо. Уходите. Так, в сумке стало чуть-чуть полегче и остался тяжелый заказ. Тяжелый в плане финансовом. 5-5 тысяч, а так-то он легкий по факту. О, я опять забыл ключи забрать в мотоцикле. Не надо таблеток для памяти. Зажигание включено, фара горит. Садись и езжай. Подождем, когда он припаркуется. Так, а нам чуть-чуть... Ё-моё. О, в яму попал. Так, а нам чуть-чуть назад надо ехать. Странная, конечно, очередность выдачи заказов. То есть, я, получается, оттуда въехал и сейчас назад возвращаюсь, чтобы отдать заказ. Что за очередность заказа такая интересная? Теплотрасса строит. Точнее, ремонтирует. Если это не соответствует, то надо... А поверху это временную проложили, получается. Временную трубу. Тот участок сделают. И, по всей видимости, там другие трубы будут. А может, эти положат трубы? Как это у них работает, я не знаю. Магазин продуктов для здорового питания. Какая волшебная здесь продукта. Сейчас собираем. Здравствуйте. 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 Что у нас там? Только бананы, да, в заказе? Только бананы. Они что, по акции? Нет, наверное, захотели. Много бананов захотели, да? Вам код или номер заказа нужно? Я есть. У меня только номер заказа есть. Да, да, да. Печатаются. Спасибо. Только бананы. Банановая доставка. Комментарии написано, встретят нас возле ресторана «Магадан». Тоже такой дорогой ресторан. Оттуда нечасто заказы бывают. Кстати, в последнее время вообще их нету. С Магадана. Ну, бывает, подключаются к Яндекс. Доставке, потом смотрят, что Яндекс это сильно много денег с них берет. Короче, тут негде парковаться даже. Прикиньте. А что, можно это ездить по тротуарам? Блин, тут осталось 200 метров. Еле дырочку нашел. Видите, какая тут красота на входе. Ждем? Здравствуйте, я вам доставку привез. Здравствуйте, а вы где, куда подошли? Я возле ресторана «Магадан», центральный вход. Магадан, а можете, пожалуйста, подойти все белые качели? Чуть дальше, вот главного входа. Да, вижу. Да, сейчас включусь. Хорошо. Белые качели. Откуда она выйдет? Оттуда, что ли? Можно бананы покатать пока что. На качелях. Пожалуйста, всего доброго. Спасибо. Спасибо. Все гуляют Что, работы нету что ли? Куда-сюда ходят без дела С довольными лицами такими Живут же люди А мы работаем Строй трести Получаем тысячу двести Так, Чебуречная На центральном рынке Московская улица Назад в СССР называется Чебуречная Не знаю, мне кажется или нет, но улучшилось время ожидания заказа То есть практически ожидания заказов нету Что-то Яндекс еда подкрутила Заказы стало более быстро получать Возможность появилась У меня доставка Доставка готова 594 70 Здоровые чебуреки Вот такие гигантские Доставка Каратыш 1,2 километра Какой-то частный дом На переулка Островского И еще один момент я заметил Нету это пиццы Получается уже вчера я отвез 10 заказов Или 9 И сегодня тоже минимум 9 заказов я отвез То есть почти 20 заказов И по-любому должна быть пицца Неужели Мотокурьерам теперь не дают пиццу Не назначают Кто-нибудь слышал о таком? Вот у меня такое предчувствие почему-то есть Что он без права гоняет По дороге Поняли да? Как можно Вот кому надо отдавать Орден мужества Кто вот на таких машинах По центру В доставке работает Мы тут на легковыхто Вон разъехаться не можем По улице ждем Когда Один поток пройдет Потом мы едем По очереди Реверсивное движение Понаставили машин Слева справа И по центру Невозможно проехать Двум автомобилям Как вам такое? Мотоциклы бы давно Уже разъехались тут А машины Фиг вам Я вместе с ними Вынужден терпеть Невзгоды А навигатор Как всегда Повел Хрен знает как Надо было По-своему ехать Давайте сюда Заедем Посмотрим Что тут? Может тут? Может не тут? По навигатору тут? Так Получается На соляной спуск Ехать не нужно было Я не прочитал Дальше Примечания Дом получается Вот где-то там Вот А как сейчас Туда заказ Отсюда дать Я не представляю Как это Технически Осуществить Надо читать Внимательнее Сейчас будем Кружить Интересно Тут наверное Не односторонняя Непонятно Односторонняя Тут или нет Вроде двухсторонняя Вот она Наша Дверь Надо где-то Мотоцикл Бросить На пару минут Все Все, с такими заработками начинаем питаться в шикарных ресторанах. Здравствуйте. Здравствуйте. Подожди, держи носинки, пожалуйста. Что такое? Не надо. Пусто, вода. Да я сейчас сам что-нибудь найду. Спасибо. Что покушаем? Лимонады. О, гирус. Напитки. Я хочу что-нибудь это. Вьетнамское, я хочу что-нибудь, суп. Да, у нас итальянское. Вьетнамское, это Фобо. Спасибо. 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 Здрасьте. Здрасьте. А Фобо есть суп у вас? Да. А он сколько там, 500? А, литр, да? Угу. А там рис идет или рис надо отдельно? Сапша будет. Рис там будет? Нет, нет, нет. Фобос вообще идет. А миска риса можно еще? Она сколько стоит? Сейчас посмотрю. Я вот еще. Да, где вот так и все. В смысле, бесплатно, да, рис? Да, в смысле, да. Супер. Карта? Лично. Карта? Да. Так, а потом надо подойти забрать или как? Да. Вот сюда надо подойти, да? Да, да, да. Вот здесь я выставлю. А, вот эта штука про пищи, да? Да, да, да. Только не уходите на веранду, там можно не ловить. Ну я до туалета, не дальше. Хорошо. Ну нифига себе, мы сегодня как гуляем шикарно. В шикарном заведении. Шикарный туалет. Все есть необходимое. Даже крючок есть. Шлем повешать. Это прям вообще супер. Вот так это я сегодня гуляю. Такой у меня шикарный обед. Целый литр. Я еще рис бесплатно выпросил. Наверное зря столько не съем. Так что приятного аппетита всем. Все, завершился слот. Можно отдыхать. 11 заказов удалось доставить. Вот продолжительность слота с 10 до 15 часов дня. 5 часов ровно. И удалось заработать такую вот сумму. 3280 рублей. Плюс еще бонус у нас будет. За то, что я цель закрыл. 900 рублей. За 9 заказов. По факту доставил я 11 заказов. Вот стоимость этих заказов. Самый дешевый был заказ, это вот последний. 185 рублей. Остальные все стоили дороже. И пробег у меня составил, смотрите, 57 километров. Я считаю, что это отличный результат. 4280 рублей. За 5 часов работы при пробеге почти 60 километров. Подписывайся на канал. Задавай вопросы в комментариях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok